Начиная этот час, я бы хотел напомнить о том, что в чикагском издательстве Baggering Company вышла из печати моя книжка «Нью-Йорк. Город и люди». На страницах вы знаете, например, почему Нью-Йорк называют столицей мира. Это не только благодаря финансовому могуществу, но еще и лидерству в послевоенной мировой культуре. Мы познакомимся с восстановлением современного среднего класса, и как Джей Билл, или «Солдатский закон», заложил фундамент этого восстановления. Я познакомлю вас с удивительной семьей строителей Левитт и расскажу о появлении первых современных американских пригородов. Мы пройдемся по улицам очень необычного города Левиттаун. Увидим, как Нью-Йорк достиг своего рассвета в 50-е годы, и проследим начало оскольжения финансово-социальную пропасть последующих лет. Узнаем, кто и как спас этот город от дефолта в середине 70-х, и благодаря чему Нью-Йорк вышел из этого кризиса. Кстати, и в это же время, и совершенно не случайно, город захлестнула героиновая эпидемия. Мы посетим Нью-Йоркский район Альфабет-Сити именно в это время. Узнаем, как организована и ловко, практически открыто шла тогда торговля наркотиками. И еще многое-многое-многое другое. Книгу можно найти в интернет-магазине lulu.com, выйдя на сайт, кликните «Букстор», и затем в первую очередь в окошке напишите «Нью-Йорк, город и люди», а можно проще, на ксом, как по-русски, так и по-английски. Нажмите на клавишу вашего компьютера «Энтер», и книга перед вами в двух вариантах. Печатным электронам для тех, кто предпочитает читать книжки и любую информацию с экранов своих компьютеров, смартфонов, планшетов, ну и любых других электронных средств. А теперь мы можем продолжить наш разговор и продолжить уже вместе с вами. Здравствуйте, в эфире. Алло, здравствуйте, господин Нахсон, это Феликс. Меня слышно, да? Феликс, приветствую вас. Слышно хорошо? Да, да, спасибо. Я очень быстро. Ну, учитывая то, что вот вы говорите, и это обсуждается вот уже и несколько дней, и ранее обсуждалось другое, то, что Украина имеет, к сожалению, дело с абсолютными варварами, извергами, то и длинная протяженность фронта, и обстреливают всю страну. Ну, я думаю, что в Украине, в этой несчастной стране должны быть определенные инструментарии. Вот, это не очень дорого. То есть, счетчики радиоактивности, это газоанализаторы и какие-то емкости для таких химических взятий пробы. И, конечно, специалисты, которые как-то умели бы этим пользоваться, потому что иначе же нельзя, все должно быть под рукой. Ну, и, конечно, средства индивидуальной защиты, я уже об этом говорил. Иначе нельзя, ожидать можно всего, что угодно от этих дикарей. И потом, если, не дай бог, это случится, все должно быть под рукой. Спасибо за внимание. Спасибо, Феликс, спасибо. Я думаю, что какая-то работа в этом направлении ведется. Конечно же, в тот период, который наступил после завершения Холодной войны, службы так называемой гражданской обороны, они практически растворились. Ну, а какой гражданской обороне в Украине или в России, да не угодно, думали в 90-е годы. В каждой из стран в силу разных причин, но, в общем-то, не до этого было. И у нас, кстати, тоже. И приведу один пример из области уже забавных. Я живу в шестиэтажном доме, и дом был построен в годы Холодной войны, и в подвале было специальное помещение, на этом помещении был знак радиоактивной опасности. Это было наше домашнее бомбоубежище. И, судя по всему, это был некий стандарт, не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Ну, а где-то в году 95-м управление нашего кооператива решило, что вот есть такое классное, довольно большое помещение, стоит пустует. И они приняли решение сделать там фитнес-клуб или спортзал. Знак этот сняли, купили необходимое оборудование, и мы, жители нашего дома, получали огромное удовольствие от того, что можно было как рано, утром, так и поздно вечером спуститься в подвал. И там были различные очень симпатичные машины, от каких-то самых простых до достаточно сложных. И вот эти процессы прощания с угрозами Холодной войны, они были всеобщи по всему миру. От, не знаю, от Владивостока до Сиэтла, до Нью-Йорка, все прощались. Вот теперь, сейчас эта угроза появилась вновь. И, на мой взгляд, она намного серьезнее, чем была в годы Холодной войны. В силу каких причин? В силу того, что и руководители Советского Союза, и руководители других стран, это были люди, которые пережили Вторую мировую войну, которые в ней активно принимали участие. Это были бывшие генералы, как у нас был, допустим, генерал Эйзенхаур. Кстати, и Никита Хрущев тоже был званием генерал-лейтенанта, и был членом военного совета фронта, ну и так далее. И вот эти военные люди, или люди, обладавшие военным опытом, они очень хорошо понимали, когда им говорили ученые-ядерщики, к чему может привести обмен ядерными ударами между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Поэтому, хотя это оружие было, было накоплено его огромное количество и в нашей стране, и в Советском Союзе, но как-то всерьез о том, что может произойти ядерная война, никто всерьез об этом не думал. В особенности после осени 1962 года, после Карибского кризиса. Вот тогда человечество как бы подошло к некой черте, и подошли, и посмотрели, как страшно за этой чертой. Как вот подходишь к пропасти, наклоняешься, видишь эту пропасть, и стараешься отойти подальше. Вот сейчас ничего этого нет. И поэтому, хотя физически современная Россия обладает меньшим числом ракет, боеголовок, чем это было в годы Холодной войны, но опасность реального применения этого оружия намного больше. Потому что сейчас Россией руководят откровенные авантюристы, люди, которые не представляют себе всех последствий. И действительно, Украине, Европе, нам необходимо готовиться и намного более серьезно к тому, что эта перспектива может быть реальной. Намного более серьезной, чем мы это даже делали в ходе Холодной войны. И я бы, конечно, не отмахивал бы, знаете, так вот бы, от этой перспективы не отмахивался, потому что ситуация, на мой взгляд, намного-намного серьезнее. Ну, теперь давайте послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, Алексей. Ну, действительно, отмахиваться от этой проблемы не нужно, но у меня диаметрально противоположная точка зрения. Ну, как вы любите говорить, поэтому существуют ваши эфиры, чтобы выслушать другую точку зрения. Все вот что происходит с грязной бомбой, это выстрел из пушек по воробьям. Это вся пропагандистская шумиха. Знаете, когда позвонил Шойгу, а сегодня подключили Герасимова. А вся она не стоит выеденного яйца. Почему? Потому что в центре принятия решения, а их всего два центра, это Белый дом и Даунинг-стрит-10, к этому относится уровень доверия Кремлю сегодня ниже нуля. Обсуждать с ними никто не будет, никакую грязную бомбу. Я уверен, уверен, что никакого удара не будет, потому что я остаюсь на своей позиции. Потому что, скорее всего, у Путина не будет права первого удара. Если он что-то надумает делать, я остаюсь при своем мнении, будет превентивный удар. Потому что сценарий Путина уже не работает и работать не будет. Это один момент. Второй момент. Но если, не дай бог, произойдет это, никакого, понимаете, пропагандистская шумиха имеет какой-то смысл до, предисловия, послесловия не будет. Никто не будет продавать, кто это сделал, как это сделал. Вот, допустим, ничего не происходит. И вдруг сегодня тактический ядерный удар. Немедленно. Немедленно будет удар по России. Никто никого уже слушать не будет. Немедленно будет удар по России. Более того, я убежден, что Путин и все это руководство, все это комарилья, они предупреждены. Ну, сейчас с ними ведут себя просто как со страной-террористом. Со страной-террористом Запад с террористами не переговаривается. Поэтому не надо... Ну, это обычная шумиха пропагандистская. И я опять считаю, что это шантаж. Цель этого шантажа, что сегодня больше всего хочет Кремль? Он что, хочет ударить ядерным оружием? Даже тактическое? Он не знает последствия? Они что, сомневаются, что с другой стороны тоже пойдут и Запад ударит? Нет. Этот шантаж направлен только на то, чтобы заставить сесть за стол переговоров. Но! Понимаете, какая штуковина? Этому не бывать. И, как говорят на Украине, не так сталося, как гадалось. Никто с ними за стол переговоров садиться не будет. Курс на уничтожение фашистского путинского режима он окончателен, и он будет доведен до конца. Слава Украине! Спасибо! Героям слава! Спасибо! Спасибо! Итак, дорогие друзья, у нас уже есть некое пространство, да, между двумя различными мнениями. Я считаю, что да, действительно, пропагандистская шумиха, да, попытки взять на испуг, да, это все есть. Или взять на понт, как хотите. Но при этом, при этом, я считаю, что есть некие системы вооружений, где даже это уже делать нельзя. Ядерное оружие относится к таким системам, ракетное ядерное оружие, что играть в эти игры чрезвычайно опасно. Даже лишний раз упоминать. Ну и есть такая армейская поговорка, что раз в году даже незаряженное ружье стреляет. Поэтому, судя по всему, Путин решил подвести весь мир к краю этой пропасти, заставить всех балансировать на этом краю и тогда продиктовать свои условия, а потом уже отойти. Может быть так. И надо быть к этому готовым. Надо быть готовым к такому развитию событий. И ключевой фактор здесь, не только готовность наших вооруженных сил, что само собой разумеется, а и воссоздание гражданской обороны. Воссоздание на новом современном уровне 21 века, чтобы эта гражданская оборона была эффективной, всеобщей, чтобы каждый гражданин в нашей стране мог рассчитывать на что? Что в случае самого худшего развития событий он не останется без внимания, он не останется на улице. Ему не предложат просто лечь возле стенки в тот момент, когда произойдет вспышка. А что будет действительно создана заново. Эта система гражданской обороны, плюс не только, которая будет готова защищать граждан в случае ядерной трагедии, но и в случае каких-то серьезнейших природных катастроф, в случае каких-то техногенных катастроф. Потому что это тоже возможно, мы с вами это знаем. Наше общество должно проснуться, должно понять, что мы не только работаем для того, чтобы пойти в бар или там провести хорошо время после работы, но мы должны понимать, что надо сейчас отнестись к тому, что происходит в мире, совсем иначе. Период расслабления 90-х годов и начала этого века, он позади. Мы должны собраться, собраться как общество. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Алексей. Приветствую, Эдуард. Вы знаете, вот эти звонки одному министру обороны, другому, третьему. Вы знаете, что это было? На мой взгляд, это мое мнение. Это было зондирование. Это элементарное зондирование, как отреагируют эти страны на сам взрыв. Все же отлично понимают, что Украина это 100% делать не будет. У нее нет таких возможностей. Но им нужно было провести зондирование. Вы посмотрите, сначала позвонил Шойгу, но этого оказалось мало. Потом позвонил Герасимов. И это они просто, эти шалопаи, это из-под воротни, вот эта банда, они просто зондировали. А что может быть? Но я думаю, им четко и Милли, и Олэ, им четко и ясно сказали, ребята, оставьте это при себе, но если что-то произойдет, ответ будет моментально. Но я вам скажу, Алексей, раскрутка пружины, пружины этой войны раскручивается уже очень-очень довольно быстро. И помните, я вам говорил, что обязательно будет большая война, в которой будут участвовать представители Альянса. Я и сейчас вам говорю это. Это произойдет. А почему это произойдет? Потому что вот этот маньяк, который ненавидит Украину точно так же, как Гитлер ненавидел евреев, одухотворенный вот этой маньячной идеей уничтожения государства и народа, он он обязательно приведет свою страну к большой войне, в которой эта страна окажется в пепле точно так же, как нацистская Германия. Я... Это очень тяжелый момент. Но другого выхода ликвидации этого режима нет. Изнутри он ликвидирован не будет. Там и население, и элиты, они повязаны одним, одной веревкой. Поэтому единственный выход ликвидации этого режима это будет эта война. Как ни не печально это говорить мне, говорить мне, но я все-таки верю в историю. Человек, который идет по стопам Гитлера, он обязательно свой народ приведет к пеплу. Вот поэтому... А вот то, что эти звонки, это очередное зондирование и проверка. Проверка. Только что они проверяют, я не могу понять. Они отлично понимают, что он не получил. Но это уже, это уже, как и Гитлер понимал, что он может получить. Но он же пошел, пошел. Вот и вся история. Это мой взгляд. Я не знаю, может быть, я не прав. Я думаю... Спасибо, Эдуард. Спасибо за Вашу оценку ситуации. Просто уже время этой программы завершается. Еще раз подчеркну, о чем я говорил. С точки зрения теории термоядерной войны есть такая теория. Качественная, универсальная гражданская оборона является мощнейшим сдерживающим фактором. Ровно таким же сдерживающим как боеготовность вооруженных сил. Понятно почему. Что если гражданская оборона позволяет в случае нападения сохранить жизнь большинству граждан той или иной страны, а другая страна их потеряет, и эти выживут, это означает, что гражданская оборона является столь же важным или civil defense, как мы говорим здесь, является столь же важным фактором, как боеготовность вооруженных сил. Судя по всему, нам необходимо сделать шаги и в этом направлении. Нам, я имею ввиду, американскому обществу. Ну, а Украине, а Украине пожелаем сохранять бодрость духа и верность тому курсу, на который эта стола встала, встала чуть более 30 лет назад. Спасибо, дорогие друзья, за этот час, который мы провели вместе в нашем эфире. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова